МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, мы с вами в Индонезии, на вулканическом острове, где миллионы богов, а храмов... Впрочем, точно никто не знает, сколько здесь храмов. Но их примерно столько же, сколько и самих жителей. Нам этот чудо-остров больше известен под названием Бали. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнюю программу мы посвящаем легендарному, невероятному, таинственному Бали. Наше путешествие по острову богов и демонов начинается с одного из самых важных событий в жизни балийца. Страшного, болезненного, но потрясающе красивого обряда подпиливания зубов. Священник постукивает молоточком по небольшой стамецке, сбивает зубную эмаль, потом еще подпиливает зубы напильником. Гражданин мира. Мужчина без паспорта и гражданства. Мы познакомимся с сумасшедшим в хорошем смысле человеком, который купил яхту за тысячу долларов и отправился в путешествие вокруг света. В одиночку. Вернее, с любимыми котами. Выживем ли? Посмотрим. Если что, посмотрите хоть это кино. О чем думает человек, когда уверен, что умирает и утром уже не проснется. Уникальное видео Сергея Морозова и рассказы о том, как он прощался с жизнью во время жуткого шторма посреди океана. Что-нибудь найдет, если меня с этой записью. Сейчас узнали, что произошло. Только на Бали креветки бывают пьяными. Захватывающий и очень веселый кулинарный мастер-класс по приготовлению блюда, которое так и называется пьяные креветки. Главный кулинарный секрет этого экзотического рецепта залить креветок водкой еще живых и хорошенько перемешать, подождать, пока они напьются и опьянеют. Билет на Луну. На Бали есть и такое. Что это означает, вы узнаете сегодня в программе. Будет очень интересно. Не переключайтесь. Стоит переплыть буквально двухкилометровый пролив на востоке самого главного и самого большого острова Индонезии – Явы. И мы попадаем на Бали – остров вечного лета. Температура и воздуха, и воды на Бали всегда выше 20 градусов. А гостеприимные балийцы к жаркому климату добавляют еще и теплый прием. Особенно, если вместо «спасибо» вы будете говорить «три макаси», а вместо «пожалуйста» – «сама-сама». На острове постоянно проживает 4 миллиона балийцев. Тут всегда десятки и даже сотни тысяч туристов, которые ищут последний рай на земле. Кого-то привлекают пляжи, кого-то вулканы. Кто-то на волнах Индийского или Тихого океана осваивает серфинг. Пожалуй, Бали – один из самых раскрученных курортов в мире. Когда рассматриваешь рекламные буклеты, и правда кажется, что это рай, в котором только бесконечные песчаные пляжи с кокосовыми пальмами, а отдых на Бали – это только вы, море и экзотические птицы и животные. Именно поэтому впервые прилетевших на Бали туристов часто ждет разочарование. Первое, с чем сталкивается путешественник в раю по имени Бали – это совсем не песчаные пляжи, не пальмы и не попугаи. Это бесконечные пробки. Уже больше двух часов я пытаюсь добраться из столицы Бали, города Ден-Пасар, до самого знаменитого курорта острова – Куты. Именно сюда с вероятностью 90% привезет вас туроператор, если вы купили путевку или горящий тур на Бали. Узкие дороги, бесконечные пробки, нагромождение магазинов, отелей и офисов. Даже на мотоцикле приходится стоять в пробках часами, что откровенно портит впечатление от отдыха. Да и пляжи в Куте, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Тут всегда столпотворение людей, как правило, грязно. И что самое неприятное – невероятное количество назойливых продавцов и гидов, которые хотят вам что-нибудь продать или навязать. Много воришек. Так что если вы хотели релакса на шикарном пляже, экзотики, чистого воздуха и по-азиатски низких цен, или хотя бы привычной многим туристам системы «Все включено», как в Турции или Египте, вам точно не сюда. Райский тропический остров – не более, чем рекламный миф. Бали ценен, уникален и неповторим другим. Есть два бали. Есть бали туристические, где пасутся толпы людей. Есть бали для тех, кто этот остров почувствовал, кто им проникся, кто нашел, что здесь уникального, кто это полюбил. Это вот здесь, в предгорьях и горах. Другой бали – это остров древней культуры, многовековых традиций, уникальных ремесел и шокирующих европейца обрядов. На похоронах здесь принято веселиться и танцевать, чтобы стать взрослым, пилить напильником зубы, а весь день перед празднованием Нового года молчать. Здесь всем правит религия. На бали она особенная, можно сказать, уникальная – индо-буддизм. Индо-буддизм – это сплав индуизма и буддизма в разных местах, в разных пропорциях, но такой сплав, что даже если доминирует индуизм, все-таки элементы буддизма настолько важны, что их нельзя выкинуть. Они стали уже его неотъемлемой частью. Бали – остров богов, демонов и храмов. Их невозможно сосчитать. Даже в самой маленькой балийской деревушке их как минимум три. Храм для поклонения предкам, храм для официальных торжеств и храм, посвященный богам кремации и смерти. Но самое удивительное, что абсолютно в каждом, даже в самом маленьком балийском доме, тоже есть свой храм. Семейный. На специальном помосте проходят торжественные события. Дни рождения, свадьбы или похороны. А еще многочисленные религиозные церемонии, без которых жизнь балийца просто невозможна. Тут даже день начинают с того, что делают цветочно-фруктовые подношения богам. Если вы хотите увидеть настоящий Бали, лучше ехать не в шумную и загазованную куту, а, например, в маленький курортный городок Угут, в самом сердце острова. С одной стороны, это туристическое место, где сотни магазинов, отелей и иностранцев. Но с другой стороны, это культурная столица Бали, куда едут не за банальным пляжным отдыхом. Здесь можно ощутить атмосферу волшебного острова, буквально впитывая в себя уникальную культуру. А еще, чтобы есть здоровую пищу, заниматься йогой и набираться сил среди уникальной природы и древних храмов, наблюдая потрясающие балийские ритуалы. Это одна из самых главных туристических улиц в городе Угут. Магазины, кафе, рестораны, бутики, банкоматы, офисы туристических компаний. Как правило, большую часть времени турист проводит именно здесь. Но к настоящему Бали все это не имеет никакого отношения. Настоящий Бали, он рядом. Прежде чем переступить туристическо-нетуристическую границу, нужно выполнить ряд важных формальностей. Например, позаботиться о своем дресс-коде. Угадайте, что у меня в руках. Нет, это совсем не флаг Украины, хотя цвета я подобрал вовсе не случайно. Если у нас на торжественные мероприятия, на праздники, свадьбы, мужчина должен надевать брюки, пиджак, галстук, белую рубашку, то здесь, на Бали, принято надевать саронг. Это праздничная мужская одежда, традиционная. Состоит она из такой большой простыни. И пояса. Я пытался найти желтый саронг и голубой пояс, чтобы небо было сверху, а пшеница снизу, но не получилось. Но все равно настроение получилось украинское. Простынку просто обматываешь вокруг себя и фиксируешь при помощи пояса. Прийти на торжество без саронга все равно, что у нас явиться на свадьбу в шортах и майке. Это неприлично. Особенно, когда идете на знаковое, грандиозное мероприятие. Сейчас мы с вами станем свидетелями одного из самых важных событий в жизни каждого болельца. В то, что будет происходить нашему человеку, украинцу, не то чтобы сложно поверить, такое сложно даже представить. Кажется, вот здесь говорили. Возле туристического агентства поворачивать налево. Миновать спа-салон. И буквально через 100 метров мы уцели. Саламат Паги! Саламат Паги! Подпиливание зубов где? Иди туда. Здесь? Я. Спасибо. Да, вы не ослышались. Молодым людям на Бали принято подпиливать зубы напильником. Зачем, почему? Сейчас узнаем. Саламат Паги! Абсолютно в каждом балийском доме обязательно есть храм. Именно поэтому посчитать, сколько на Бали храмов, просто невозможно. Вот в этом доме храм здесь. А вот это подобие беседки, где проходят важные церемонии. А именно, свадьбы, похороны и обязательно подпиливание зубов. А вот здесь люди просто живут. Это дом. Здравствуйте! Здравствуйте! Можно к вам на праздник? Можно! Мой наряд сегодня можно назвать праздничным, достойным этого мероприятия? Конечно! Ну вы, я смотрю, вообще весь в белом, с золотыми пуговицами. Как на свадьбу? Так надо. Ведь я сегодня буду пилить зубы. А-а-а! Это вы подпиливаете зубы? Да, нас несколько человек. А где ваши инструменты? Вот наши инструменты. Напильники настоящие, столярные. А кажется, пришел и священник. Саламат Паги! Паги! Как вас зовут? Пинанда Джунгутан. Очень приятно. Я Дима. Можно у вас священникам руки пожимать? Потому что у нас священникам руку пожимать это не очень корректно. У нас можно. Пинанда – первосвященник на сегодняшней церемонии. Именно он выбирает благоприятное время для проведения обряда и полностью руководит им. Пока Пинанда, чем-то похожий на Нептуна с трезубом в руках, вместе со своими помощниками готовится пилить зубы, во дворе традиционного балийского дома собираются гости. На церемонию приглашают всех родственников, друзей, коллег и соседей. Ну, в общем, как у нас на свадьбу. Гости, которые приходят на церемонию, в виде подарка обычно с собой приносят вот такую пирамиду из фруктов. Это подношение богам. И самый главный подарок. Сегодня пирамиды уже появились модернизированные. Помимо фруктов тут встречаются сладости, пирожные, конфеты и даже яблоки, которые на бали очень дорогие. Когда гости в сборе, а священник дает добро, церемония Гиги Патонг, что в переводе с балийского означает «подпиливание клыков», стартует. Вот как раз подошли девушки, которым сегодня будут обпиливать зубы. И молодые люди тоже. Всего 12 человек, все они родственники. Обпиливание зубов – это своего рода инициация, посвящение во взрослую жизнь. То есть, когда тебе обпилили зубы, ты уже взрослый человек. Еще мы с вами видели, занесли поднос с кокосами. Именно в эти кокосы будут сбрасывать ту эмаль, которую спилят зубов. Причина такого группового подпиливания проста – оптом дешевле. Не нужно проводить несколько церемоний. Проще скинуться и провести одну. Виновники торжества усаживаются перед первосвященником. Он читает молитву и раскидывает цветочные лепестки. А потом подходит к каждому из 12 участников церемонии и золотым перстнем рисует символы на лбу, зубах, языке, шее и ладонях. Дальше все берут в руки благовоние и молятся. После чего приходит время следующего этапа священно-действия. Священник постукивает молоточком по небольшой стамеске, сбивает зубную эмаль. Потом еще подпиливает зубы напильником. Остатки эмали молодой человек или девушка сплевывает в кокосовый орех. Ну а сейчас начнется самое интересное. Теперь пришло время не символического подпиливания, а настоящей пытки. По белой, усыпанной цветами дорожки, первосвященник торжественно проходит к домашнему храму. Следом за ним все счастливчики, которые сегодня лишатся части зубов. Но станут взрослыми. Этот пьедестал – запретное место во время церемонии. Никто из гостей не может там находиться, кроме священника, родственников и самих главных героев мероприятия. В центре подиума – большая кровать, первыми на которую отправляются две балийские девушки. Они испуганы, очень волнуются, но при этом счастливы, потому что этот день в жизни болеется не менее, а возможно даже более важен, чем свадьба. Девушек накрывают покрывалом и начинают настоящую экзекуцию. Чтобы зубы во время процедуры не смыкались, в ход идет деревянный брусок, который нужно прикусить. Теперь можно пилить. Кстати, одна из причин, по которой подпиливают зубы, как объясняют балийцы, чтобы убрать клыки и убрать сходство человека и животного. Считается, что шесть передних и верхних зубов символизируют шесть животных или шесть низких черт человека, шесть врагов души. Алчность, похоть, гнев, пьянство, нерешительность и ревность. Единственный способ избавиться от них – спилить. Еще одна причина подпиливания зубов в том, что зубастыми на балийцы обычно изображают демонов, которых мы часто можем увидеть и на домах, и на храмах. У них обязательно есть клыки. У человека таких быть не должно. Вместо анестезии и дезинфекции – только молитвы. Трудно представить, что кто-то из нас добровольно согласится на такое. А здесь, на бале, 12 героев по очереди смиренно проходят неприятный и даже болезненный ритуал. Терпят скрежет напильника, сплевывают спиленную зубную эмаль в кокос, смотрят в зеркало на обновленные зубы, улыбаются и снова ложатся под напильник. Зубной скрежет заглушает пение родственников. Священник не щадит никого. Даже если задет нерв и процедура становится болезненной, ее нужно завершить. Так было тысячу лет назад, и обряд живет до сих пор. Абсолютно каждый балиец испытал его на себе. Зубы пилят и протирают лепестками, смоченными в святой воде. Зубную пыль, которая собралась в кокосах, закопают в семейном храме. Ну вот еще для двоих счастливчиков завершился один из главных ритуалов в жизни. Правда, как видите, молодыми людьми их назвать нельзя. Это взрослые мужчины, одному из них 40 лет. Просто обряд очень дорогой, и порой люди копят на него десятилетиями. Более того, если при жизни зубы подпилить не успели, их подпиливают уже после смерти тела. Устроить индивидуальную церемонию Гиги Патонг стоит приблизительно 3000 долларов. Поэтому неудивительно, что члены большой семьи предпочитают проводить ее в складчину. Теперь они могут гордиться, что прошли эту болезненную, неприятную, но почетную и невероятно важную процедуру. Поздравляю вас. Спасибо. Вас тоже поздравляю. Вы, наверное, здесь самый старший из подпиленных. Да. Покажите зубы. Где подпилили? Вот здесь. А, вот здесь подпилили. А у вас? Больно было, признаетесь честно? Страшно было. А вы все родственники? Это мой младший брат. Это мой племянник. А это моя дочь. Вы, мужики, сильные и крепкие. Вам, понятное дело, не больно и не особо страшно. А что скажут девчонки? Девушки, вам было страшно? Отвечай ты. Ты отвечай. Не хочу. Видите, друг другу говорят. Ты отвечай. Нет, ты отвечай. Нет, ты отвечай. Отвечайте по очереди. Для нас это очень торжественный момент. Я очень нервничала. Пилить зубы было больно. А сейчас они болят еще сильнее. Я, честно говоря, рада, что церемония уже закончилась. Мне вначале было немного страшно. Но я рада, что прошла обряд. Теперь мы стали взрослыми и отдали долг своим родителям. Я могу сказать то же самое. Я горжусь. Это самый важный день в моей жизни. Ну что, поздравляю вас с этим важнейшим в вашей жизни днем. Теперь, когда зубы нужной длины, можно веселиться. Синоним веселья на церемонии подпиливания зубов, как и на наших свадьбах. Еда. Участникам церемонии быть хорошо, а гостям быть еще лучше. Потому что кормят так же, а зубы подпиливать не нужно. Я так думаю. Девушка, что порекомендуете? Что самое вкусное? Все вкусно. Но самая вкусная курочка. А вы знаете, что после стоматолога рекомендуют два часа не кушать? А после вашего ритуала можно сразу кушать? Уже можно, говорит, уже два часа прошло. Все как после доктора. Ну поздравляю вас и приятного аппетита. Спасибо. Покажите зубки. Покажите. Ну покажите. Все, пир на весь мир. До поздней ночи музыканты будут играть на традиционном гамилане. Тут верят, что его звуки отпугивают темные силы и защищают людей и их территорию. Когда гости съедят все угощения, приедет новая партия. Все будут болтать, есть и фотографироваться. Радуясь тому, что еще 12 человек с острова богов и злых духов избавились от демонических клыков и стали взрослыми болельцами не только по паспорту, но и духовно. Смотрите дальше. Потрясающие рассказы человека, который идет на мировой рекорд. Если я это сделаю, я буду первым человеком, который вошел вокруг света на весельной водке. Кулинарное путешествие на Бали. Как правильно напоить креветок водкой, чтобы их мясо стало нежнее? И почему украинская водка балийским креветкам не по вкусу? А можно использовать только китайское вино или украинская водка тоже подойдет? Самое интересное впереди. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы с вами находимся в единственном на острове Бали, или Бали, можно говорить и так, и так, яхт-клубе. И сегодня познакомимся тут с просто уникальным человеком. Это настоящий гражданин мира, у которого нет паспорта ни одной из стран. И вот уже два года он совершает соло-путешествие вокруг света на яхте. Финальный этап этой поездки стартует сегодня. Небольшая яхта Сергея затерялась среди десятков элитных плавучих дворцов, стоимость которых исчисляется десятками миллионов долларов. В такое время хозяева яхты еще спят после ночного отдыха на Бали. Яхта Сергея Морозова единственная, где в такой ранний час кипит работа. Капитан готовится уходить в море. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Проходите на борт, пожалуйста. О, у вас тут есть домашние любимцы, я смотрю. Это мой экипаж. Целенько пойдем внутрь, пойдем. Здесь жарко моя, радость. Пойдем. Мое путешествие совсем не соло, уточняет Сергей. Команда имеется. И правда, на борту сразу видим пушистых матросов. После выхода с Бали в команде капитана две кошки и один кот. А пришел Морозов сюда с экипажем из десяти хвостов. Они рождались в кругосветном плавании. И капитан специально заехал на Бали, чтобы немного передохнуть, отремонтировать яхту. И самое главное, устроить на ПМЖ любимых котов, которых называют детьми. Иди мой, красавчик. Иди мой. Как зовут? Али. Я его усыновил на Гранбагами. Принес на яхту и говорил, ну, если ты хочешь, если у тебя такого желания, покажи мне. Только имей в виду, что достаточно серьезное дело, опасное. Мы можем не вернуться. Он обошел лодку и люху моих ног. Показав всем своим видом, я готов. Вот этот красавчик, сколько он уже прошел по морю и в скольких странах успел побывать? Это можно сделать очень просто. Со старта я начал отмечать у себя на кепке порты захода. Это Халифакс. Я стартовал из него. Это Бермуда. Это Гранд-Багама. Это Майами. Вынужденный заход был у меня. Это Панама. Галапагосские острова. Нукухилу. Маркизы. Гавайи. Кирибати. Остров Рождества. Это Кирибати. Остров Табу-Уран. Апия. Вестерн Самуа. Ну и Индонезия. Значит, сколько у нас получается? Раз, два, три. Десять сам. Сегодня у Морозова нет паспорта. Нет и гражданства ни одной из стран. Но его это не смущает. Еще в десятилетнем возрасте Сергей решил для себя, что в будущем станет моряком. Будет ходить под парусом и когда-нибудь обязательно обойдет вокруг света. Сейчас он выходит в гавань, чтобы проверить яхту перед отплытием. И попутно вспоминает былое. Я не знаю, откуда это пришло, но такая была сильная тяга. Зачитывался романами Стивенсона, Грина, Лондона. Все интересовало. Картинки собирал с парусниками. И очень хотелось работать именно с парусами. После окончания мореходки сам сделал своими руками распределение на Крузенштерн. Пришлось ехать в министерство. Разговаривал с Глебом Николаевичем Костецким. В то время у него была должность куратор всего парусного флота страны. Прорубили себе дорогу. Ну, выхода другого не было. Когда очень хочется, тогда делаешь, что можешь. Осторожнее с желаниями, они сбываются. С тех пор вся жизнь Сергея так и проходит под парусом. После распада Союза попутный ветер занес его в Англию. Предложили интересную работу на паруснике. К тому времени он женился и завел семью. А 10 лет назад осел в Канаде. И вот два года назад понял – момент настал. Собрал деньги, которых не хватило бы и на сотую часть экспедиции. И сделал первый шаг. Чудеса бывает. Я ее купил за тысячу долларов, потому что очень хотелось уйти в кругосветку. Тысячу долларов яхты. Я думаю, много желающих, в том числе наших телезрителей, которые хотели бы узнать, где такие яхты продаются по тысяче долларов. Жигули не купишь за эти деньги. Лодка стояла 7 лет, к ней никто не подходил. Бладельцы 80-летний врач. А детям она была совсем не нужна. То есть они платили каждый год по 2,5 тысячи только за стоячь, только за стоянку в Марине. Хикари – это японское имя лодки, что значит «свет» или «надежда на будущее». Я не стал переименовывать, потому что лучшего названия не придумать. Как назовете, так и выплывете, как говорится. Два года назад на этой яхте не то что в кругосветное путешествие, но и в простую прогулку по озеру выходить было настоящим безумием. Чтобы подлатать старую развалину, Сергей попросил помощи у читателей своего электронного дневника – «Лога». Понял, что я не покину подготовку лодки к выходу в кругосветку в этом году. Я вынужден обратился к читателям блога. Дайте мне в долг первый десяток сообщений, которые я получил через свой блог – «Дай расчетный счет». Люди, кто сколько, начали слать деньги. Кто 10 долларов, кто 100 долларов, кто 1000 долларов. Через недели 3-4, наверное, я понял, что я получил достаточно денег для того, чтобы ее поднять, подремонтировать и уйти. Единственная просьба была моих читателей – «Сергей, не оттягивай, уходи, пожалуйста, только в этом году и покажи нам мир своими лозами, которые будут тебя окружать». Просто звучит фантастически. То есть во сколько обошлось первоначальное восстановление этого чуда? 15 тысяч долларов. За какой срок вы собрали 15 тысяч? За пару-тройку месяцев. Чудеса продолжились и дальше. Уже перед самым отплытием один из читателей вдруг прислал просто огромную сумму. К сожалению, не могу называть даже его имя. Он один из немногих, кто прислал максимальную сумму 15 тысяч долларов и попросил быть инкогнито. Сергей сдал свою квартиру в Гелефаксе на восточном побережье Канады и со всеми вещами переехал на яхту «Хикари». Принялся за ее ремонт. Уже через полгода он стоял в порту около сверкающей яхты, которой подарил вторую жизнь и начал осуществление своей мечты. Когда я ее купил, я выложил себе в блоге «Пост». Поздравьте, я женился. Женились на лодке? Я женился на лодке. Они сколько об этом не жили. Когда я переселился на яхту, я сдал квартиру. Мне некуда просто было девать эти вещи. Это просто не хватало денег уже? Потому что я не мог платить и за квартиру, и за стоянку яхты. Я сдал квартиру, сюда переехал, привез все свои вещи. Кое-что оставил у друга, живущего в Канаде. И, собственно, начал жить на яхте. Через полгода Сергей стартовал со слезами на глазах. Я к этому шел всю жизнь. И благодаря вам я стартую. Держите за меня пальцы, кресты. Я тебя люблю, папусь. Я тебя вернусь. Ну а дальше все стало совсем по-другому. Сергей на себе сполна ощутил, что такое кругосветка. Шторм, многометровые волны, сбивающий с ног ветер и закрывающий обзор ливни стали его попутчиками. Сергей вышел в плавание посреди зимы и сразу бросился на штурм Атлантики. Вообще, насколько известно, то Атлантика очень жесткая. И даже большие суда там терпят крушение. Не говоря о вот таких маленьких суденышках. Атлантика ломает зимой многих. В Атлантике непредвиденные ситуации возникали одна за другой. Уже через месяц после начала кругосветки на борту почти закончилась вода. Я понял, что точно воды не хватает. Поймал пароход проходящий мимо меня. Когда он подошел, я уже голосом ему объяснил. Извини, это не сигнал СОС. Я просто тебя подозвал для того, чтобы спросить воды. Мне не хватает воды, чтобы дойти до Гранд-Багама. Он сказал, слушай, ты весь переломанный. Посмотри на свою лодку, посмотри на себя. Он говорит, ты, блин, идиот. Потом была пауза, он посмотрел. Сохранит тебя Господь. Следующий день изменит жизнь Сергея навсегда. Сначала судно стало неуправляемым, а шторм многократно усилился. Выживем ли? Посмотрим. Если что, посмотрите хоть это кино. Когда казалось, что хуже быть уже не может, дал сбой организм. В один момент у меня так заболело сердце, я не мог ни стоять, ни сидеть. Я не лежать, ни сидеть. Я стоял здесь и пытался продохнуть небольшими глотками, потому что я не мог взять достаточно много воздуха. Не отпускало. Я связался с проходящим мимо пароходом. Шведы они оказались. Попросил позвонить дочери, сказать, что я ее люблю. И самое главное, что я ни о чем не жалею, потому что я был горд, что я все-таки стартовал. Когда я лег спать, я взял видеокамеру, отснял ролик, объясняя, что происходит, что я чувствую, и примотал видеокамеру скотчем к руке, потому что на 90% я был уверен, что я утром не проснусь. Кто-нибудь найдет, если меня с этой записи, чтобы вы знали, что произошло. Я не могу продохнуть настолько, что я так же не могу двинуться. Любое движение тела отзывается острой болью в левом потебелье. И я думаю, что это сердце. Самое интересное, что я засыпал, было какое-то умиротворение, спокойствие. Никакой паники не было абсолютно. Может быть, сожаление о том, что так быстро все закончилось, а я рассчитывал все-таки сделать свою кругосветку. Когда утром проснулся, понял, что чем-то я заслужил помощь свыше. Мне дана еще возможность продолжать плавание. И, собственно говоря, после этого начал отпускать более-менее, но болело сердце, болело в груди еще пару месяцев. Это оказалась банальная межреберная неврология. Заставило переосмыслить многие вещи. Посмотри со стороны на себя. Такой ситуацией было интересно. А дальше были Карибы, Панама, Тихий океан и, наконец, Бали. Впереди еще половина пути. Опасный мыс Доброй Надежды, погубивший не одного моряка, и бурная Атлантика. Но Сергей спокоен. У него есть то, что всегда ему поможет. Самый главный талисман для меня – это фотографии моих родителей. И икона Николая Чедотворца, которую мне подарила еще лет 30 назад мама. Всегда с вами? Всегда со мной. Фотография моего отца, которую он сделал незадолго до смерти, она подписана «Отец моряка». Подарок моей дочери. Она вышла своими руками для папки, когда ей было, наверное, лет 7-8. Вот уже полтора года эти несколько квадратных метров служат Сергею настоящим домом. Это основной салон, где я живу. В походном положении я опускаю стол, и здесь у меня место для сна. Вот так снимается крышка, вытаскивается труба, кладется крышка. И у вас практически двуспальная кровать уже. Здесь есть все – гардероб, книжный шкаф и даже газовая плита. А запасы еды с водой занимают большую часть яхты. Ведь кормить приходится не только себя, но и всю пушистую команду. Рацион капитана скромный. Консервы, рис да гречка. И, конечно же, свежая океанская рыба. Если повезет, поймай. Есть ли какое-то блюдо, по которому больше всего скучаешь? Очень не хватает сала с соленым огурцом и луком. Морозов – гражданин мира. Даже пограничники, видя перед собой отважного путешественника на старой ненадежной яхте, часто открывают перед ним ворота своих портов. Недавний заход на Гавайские острова. Я туда шел полностью поломанный, лодка, все было сломано. Гавайи – это американская территория. Связался с береговой охраной. Сказал, что у меня из ряда вон выходящая ситуация. Я весь поломанный. И прошу захода. Если не разрешат, собственно, я буду думать, куда ехать дальше. Попросил связаться с пограничниками и сказать, что я иду без визы. Прислали свой катер для того, чтобы он меня отбуксировал в марину. Это в моей практике беспрецедентный случай. Это абсолютно не обязанности береговой охраны Америки. То есть это та самая Америка, визу которой получить, ну, очень сложно. Помогли мне с нормальными специалистами по ремонту лодки. Я простоял там два месяца. А вот на Бали Сергей Морозов задержался всего на две недели. Он открывает миру наизнанку настоящую цель своей кругосветки. Оказывается, это только разминка перед настоящим боем. Я сейчас не просто катаюсь, я смотрю изнутри маршрут весельного проекта, по которому я очень хочу пройти на веслах. То есть? То есть. Это будет новый мировой рекорд. За всю историю человечества были две попытки. Смургис попытался лет 20 назад обойти вокруг света, погиб в Бискайском заливе. И Миг Бёрд в Индонезию пришел и отказался. Говорит, нет, ребята, я пас. Моя заявка официально принята третьей. Я сейчас уже три с половиной года ищу деньги на этот проект. Он очень масштабный. А для того, чтобы не тратить время зря, я придумал себе парусную кругосветку по маршруту моего весельного проекта. Если я это сделаю, я буду первым человеком, который вошел вокруг света на весельной лодке. Кругосветка на веслах для человека земного выглядит настоящим безумием. День за днем нужно своими руками приводить в движение немаленькое судно, до краев груженное провиантом и оборудованием. Прежде всего, воображение рисует какую-то маленькую деревянную лодку, которую можно взять на прокат в парке отдыха. Это специальная лодка по специальному проекту. У меня он уже есть. Мой бюджет, последний, который я пересчитал здесь, я постоянно это делаю. Последняя сумма это 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов? Чтобы на весельной лодке проплыть вокруг света. Почему? Больше половины суммы это расходы на судно поддержки и на профессиональный экипаж, который будет обеспечивать поддержку. И все умножьте на 4 года, на 3-4 года. Быстрее невозможно. Это весельная лодка. Быстрее никак не получится. А какие затраты? Вот, например, стоит большая яхта. Я думаю, что у них просто расходы на обеспечение это судно 1200 в год. Долларов? Долларов. Это при том, что они просто его обеспечивают без каких-либо рекордов, они достаточно мало ходят. Спорт элитный. Ничего не скажешь? Да. Можно только пожелать вам удачи в этом нелегком пути и найти своего олигарха, которому это интересно и который бы хотел повесить на этом судне свой флаг. Если спонсор придет с Украины, я с удовольствием повешу украинский флаг. Это не политический проект, это спортивный проект. К вопросу о флаге. Можно ли вас попросить о небольшом одолжении? Да, пожалуйста. Мы попросили Сергея пройти вторую половину экспедиции под украинским флагом. Легко. Это будет означать, что наша страна тоже отчасти принимала участие в этом рекорде. Я буду горд этим. Спасибо большое. Символический сувенир от нашей программы к вашему провианту это настоящий сервелат сароковченая колбаса из Украины. Свеженькая. И какая прелесть. Украинская горелочка. А вот это я очень люблю. Спасибо большое. Чтобы отметить окончание этого маршрута. Как говорится, 7 футов под килем. Через месяц после Бали Сергей успешно пересек Индийский океан и причалил к берегам Маврикия, откуда собирался отправиться в Атлантику. Но перед самым отплытием случилось непоправимое. Ночью в порт забежала стая местных собак и напала на кошек Сергея. Погиб талисман путешествия. Али. После его смерти Сергей написал в своем блоге, что плакал, словно на прощании с родителями. Он похоронил Али на острове Маврикии и отправился дальше. В мае этого года Сергей Морозов вернулся в Халифакс, отправную точку своего кругосветного путешествия. Его мечта сбылась. Он сумел в одиночку обойти вокруг света под парусом. Впереди соло-кругосветка на веслах. Удачи, Сергей! Рай для любителей морепродуктов. Что и почем продают в балийских ресторанах. Вот это шикарный ужин за 400 долларов США. Суперэкзотическая кулинария. Пьяные креветки. Ай! Дерутся! Дерутся, видимо, потому что пьяные. Не переключайтесь, будет интересно. Дерутся. Дерутся. На морских курортах многие туристы находятся в состоянии опьянения Кто-то пьян от счастья, кто-то от любви, а кто-то, конечно же, от алкоголя И только здесь, на острове Бали, пьяными можно увидеть не только людей, но даже креветок Для того, чтобы познакомиться с ними поближе, достаточно зайти в один из китайских ресторанов Что мы прямо сейчас и сделаем Вот такой очень красивый, с крабиком И характерной вывеской на китайском языке В дорогих ресторанах высококлассный сервис начинается уже на подходе Чтобы клиент мог перейти дорогу, охранник свистит и останавливает движение Саламат Сен Добрый вечер Скажите, пожалуйста, у вас есть пьяные креветки? Конечно, есть Покажите, пожалуйста Вот они Друзья, здесь меню не только на английском и на китайском языках, но еще и на японском и даже на русском языке Горячие пьяные креветки Почему пьяные? Потому что готовятся в араке Потому что готовятся в алкоголе В местной водке, которая называется арак Дадите попробовать Научить и готовить С удовольствием А трезвые креветки у вас есть? Есть, конечно Смотри А кто у вас еще есть пьяный? Идемте вы мне покажете Я смотрю, у вас такая шикарная витрина Там рыбки, крабы, лобстеры, устрицы Есть Кто-то еще из них пьяным бывает? Напиваются у нас только креветки И лобстеры, устрицы и рыба не пьют Сухой закон Ну, показывайте ваше меню Идемте Как тут красиво Как тут здорово Лобстеры огромные А сколько стоит такой лобстер? 900 тысяч Почти 100 долларов за одного лобстера А вот такие гигантские крабы Какую цену? 400 тысяч 40 долларов И вот такая шикарная закуска к пиву Ааа, не кусайся У вас в руках Как все интересно устроено В китайских ресторанах Обязательно есть аквариумы Обязательно они очень чистые И всегда подается свежая вода То есть морепродукты здесь свежайшие Ооо Устрицы Устрицы Огромные устрицы Одна штучка 25 тысяч рупий 2,5 доллара А что у вас самое дорогое? Лобстеры Ну вот один лобстер Может до какой цены дотягивать? Большой До 4 миллионов А вы готовы отдать 400 долларов за один ужин? Здесь очень много клиентов, которые готовы Потому что Бали курорт элитный Вот это самый дорогой лобстер, да? Да По 20 долларов за 100 граммов Какой красавец! Сколько весит? Полтора килограмма А вот этот, покажите Просто тигр какой-то, а не лобстер Можно подержать? Ооо, друзья Вот это шикарный ужин за 400 долларов США Потрясающе Здорово Но нам не по карману И цель у нас сегодня другая Пьяные креветки Такое ощущение, что это не ресторан, а мини-океанариум Многие туристы его так и используют Заходят, чтобы поглазеть на морскую экзотику Делают вид, что интересуются меню Фотографируют морских обитателей и уходят После такого зрелища можно уже и под воду с маской не нырять В этом ресторане действительно иногда чувствуешь себя дайвером Посмотрите, шикарный подводный мир Какие красивые рыбы Ой, а это кто? Кто это такой? Каменный группер Каменный группер 38 тысяч за 100 граммов Грубо говоря, 4 доллара за 100 граммов А вот это обычные креветки, да? Да, но по желанию клиента Они в любой момент могут стать пьяными А, вот это алкоголики главные вашего ресторана Они пьют Они Вот так Креветки пока еще трезвые И пока они трезвые, мы их поймаем То есть, друзья, самое главное правило В приготовлении пьяных креветок Они должны быть непременно живыми Замороженные для этого блюда не подходят Вот они, креветочки Такие красавицы Очень активные Ну что, теперь показывайте, как их приготовить правильно Напоить, скажем так Довести до кондиции Хорошо Вот видите, как здесь все удобно организовано Не клиент идет на кухню А кухня идет клиенту Такая мобильная газовая плитка Подвозится прямо к столу И еда готовится у вас на глазах Вас как зовут? Здравствуйте Ханза Дима На передвижной плите Появляется несколько пиал Со специальными соусами В кастрюле Китайские пряности Названия которых Украинским хозяюшкам Ни о чем не скажут Но пахнет вкусно Итак, друзья Для начала нужно разжечь огонь И поставить на него Керамическую посуду Нельзя использовать металл Только керамику Керамику или стекло Никакого металла Смотрите, наши креветки Еще живые И совершенно трезвые Ооо Очень активные Мы берем какой-то Алкогольный напиток Это арак Грубо говоря Самогон Самогонка Можно попробовать немножко Я уже из пробочки Ооо Это самогонка Самая настоящая самогонка Да, так и есть Ну а теперь самое интересное Доводим креветок До состояния Сильного алкогольного опьянения В течение нескольких минут Они будут принимать Самогонные ванны Пока до кончиков клешней Не пропитаются Крепким китайским напитком Вот видите, друзья Главный кулинарный секрет Этого экзотического рецепта Залить креветок водкой Еще живых И хорошенько перемешать Подождать, пока они напьются И опьянеют Давайте я помешаю тоже Водкой пахнет Самогоночкой Посмотрим, как они у нас тут Напились или нет Да, слушай, они пьянеют Точно? Да, напиваются Кто только от острова Бали Не пьянеет Даже креветки Но мы их, к сожалению Или к счастью Сейчас съедим Еще минут пять Они попринимают алкоголь И дальше Уже будет наша очередь Ай, дерутся Дерутся, видимо, потому что пьяные Напиваются и буянят А вы, когда пьяные, деретесь? Стараюсь держать себя в руках Вы знаете, у нас пьяные все время дерутся Это правило практически Напьются и дерутся О, понимаю После основательной встряски Алкоголь сливают А креветок отправляют в кастрюлю Уже с другим алкоголем Что это? Тоже арак Уже другой То есть мы заливаем креветки Алкоголем И в этом алкоголе Их тушим В этом главный секрет, собственно Видите, подтверждение того, что это действительно огнеопасная смесь Мы поджигаем содержимое нашей керамической посудины И у нас креветки готовятся и горят Очень красиво Говорят, очень вкусно Кстати, друзья Очень интересный кулинарный секрет Пьяных креветок существует в Шанхае Там их едят сырыми В буквальном смысле То есть заливают алкоголем Ждут пару часов Когда креветки хорошенько объединяют И потом едят сырыми Когда креветки уже настолько пьяные Что не могут сопротивляться Считается, что это Самый лучший китайский рецепт приготовления креветок Они будут идеально свежими Что теперь? Теперь добавляем бульон Дальше, друзья Мы заливаем пьяных Но уже, к сожалению, мертвых креветок бульоном И еще кипятим буквально несколько минут Вообще, расскажите мне Как зародилась идея вот такого рецепта? Это все придумали китайцы Вы знаете, я, кажется, догадываюсь, как это происходило Была вечеринка Все сидели, пили, ели Ели, пили Выпивали, закусывали И на столе был алкоголь Креветки туда попали, полежали там А потом кто-то с пьяной их просто съел Понравилось Вкус оказался хорошим Вот так появился рецепт По-другому быть просто не могло Все может быть Интересная мысль А вы сами любите пьяные креветки? Да, очень Это блюдо – визитная карточка нашего ресторана Вот смотрите, у вас есть Лобстеры, крабы, устрицы Шикарная рыба Но все они не пьют А пьют только креветки Почему? Лобстер слишком мясистый Его сложно вот так напоить А креветки быстро пропитываются алкоголем Получаются сладкими А можно использовать только китайское вино Или украинская водка тоже подойдет Можно использовать любой алкоголь Но получится совершенно другое блюдо Не китайское В нашем ресторане так не готовят Ну что, к столу? Да Давайте вместе с вами присядем И по-нашему посидим По-украински По-украино-китайски Красотища А запах просто потрясающе Пьяные креветки – звездное блюдо этого ресторана Самое модное, известное и популярное среди клиентов И оно, кстати, уже у нас на столе А скажите, вот такой вопрос возник Если я много съем таких креветок Я тоже опьянею? Да нет, это только для вкуса У нас обычно говорят Выпьем по одной Но в случае с пьяными креветками Съедим по одной Ваше здоровье О, у меня еще с икрой, класс Друзья, это просто потрясающий вкус На вареные креветки Не похоже совершенно На креветки гриль тоже не похоже Это что-то уникальное, особенное Привкус не сравним ни с чем Такими могут быть только пьяные креветки Мне очень нравится Пьяные креветки, в отличие от классических Вареных или поджаренных на гриле Гораздо мягче и нежнее С легким, едва уловимым привкусом алкоголя А скажите мне, сколько стоит в вашем ресторане такая порция? Пьяненьких креветок 120 тысяч 12 долларов Ну, я вам скажу, немало Дорогое удовольствие эти ваши пьяные креветки Просто очень вкусно Вот так, друзья, настоящие чудеса Происходят здесь, на острове богов и духов Вали У нас водка – это водка Закуска – это закуска Водки много не бывает А закуска нужна для того, чтобы пьянить не так быстро И жжение во рту убрать Здесь же водка – это способ приготовить закуску Такое возможно Только здесь, только в Индонезии И только в китайских ресторанах на острове Бали Ура! Весь алкоголь из пьяных креветок Во время приготовления выпаривается Мясо становится сладким, сочным и ароматным Но кроме вкусовых качеств Это еще и удачный маркетинговый ход Турист любит и старается попробовать Все новое и раньше незнакомое Пьяных креветок мы рекомендуем А вот от некоторых других развлечений Которые предлагает ночной Бали Можем только предостеречь Наевшись пьяных креветок Можно ненароком забрести На одну из многочисленных холочек Где продаются фактически легальные наркотики Или так называемые волшебные грибы Узнать, где они продаются, можно где угодно Например, у полицейского Волшебные грибы Где-то здесь, точно не подскажу Ну вот же вывеска Волшебные грибы Можно? Идите Можно Вот полицейский Немножко, конечно, смущается Вот, друзья, пожалуйста Туристическая информация Волшебные грибы И тут тоже Волшебные грибы И тут волшебные грибы По идее, должны продаваться где-то здесь А вот есть холодильничек, в котором мы видим что-то страшное. Это и есть тот самый легальный наркотик с острова Бали. Смотрите. Вот эти грибочки – это психоделик, что-то вроде известного наркотика ЛСД. Те, кто его употребляют, замечают особую эмоциональность, ощущения и даже сакральность переживаний. Я бы не стал пробовать. Вот, кажется, уже подошли продавцы. Вы продаете грибочки, да? Грибочки вы продаете? Нет, хозяин ушел. Видите, сразу от камеры все прячутся. Только что стояли, продавали клиенту и тут же разбежались. Потому что хоть и легально, но на самом деле полулегально. Идемте искать дальше, где еще продаются. Ребята, камеру уберите. Пожалуйста, друзья, посмотрите. Волшебные грибы. Билет на Луну. Вот какой слоган. Интересно. Саламат Малам. Саламат Малам. У вас есть грибы? А почему вы прячетесь от камеры? Почему? Не снимайте меня, уберите камеру. Хорошо, без камеры. В какую цену грибочки? Все, все, уходите. Вот видите, никто не хочет перед камерой рассказывать про волшебные грибы. Кстати, визиточка даже есть. Волшебные грибы. 24 часа в сутки. Идем искать дальше. Здравствуйте. Вы продаете волшебные грибы, да? Привет. Да, продаем. Проходите внутрь. Пожалуйста, говорит, заходите. Вот видите, Бали – это место серферское, поэтому магазин волшебных грибов украшен доской. Очень стилистично. Большинство торговцев грибами, завидев камеру, отворачиваются и прекращают разговор. Кто знает, возможно, вместе с разрешенными галлюциногенами они приторговывают еще и чем-то противозаконным. Вот и боятся засветиться. Мы обошли еще не одну грибную лавку. Прежде чем нас пустили внутрь. Вот, друзья, пожалуйста, тот самый яд, за который тут не сажают в тюрьму. Его можно купить совершенно легально. Расскажите мне, а как они действуют? Из этого можно сделать напиток, включить музыку и почувствовать себя счастливым. А как напиток делается? Грибы смешивают с лимонадом в блендере. А, друзья, это коктейль. Вот есть блендер. Туда забрасываем грибочки, туда же заливаем газировку сладенькую и получается вот такой наркотический коктейль. А в какую цену? 50 тысяч. А вы не боитесь случайно, что придет к вам в гости полиция когда-нибудь и вас арестуют, посадят в тюрьму за то, что вы наркотики продаете? Нет, я закон не нарушаю. Это легально. Легально. Травка нелегальна, а грибы легальна. Но это же тот же наркотик. Грибы не угрожают здоровью. А можно я у вас просто фанту куплю, а грибы покупать не буду? Без проблем. У вас такой шикарный остров, такая шикарная природа, море. Зачем какие-то наркотики? Вот он, природный наркотик вокруг нас. Грибы – это не наркотик. А что это? Просто грибы. Грибы. Говорит, это не наркотик, это просто грибы. Наркотик. Хорошо, такой вопросик. Где такие грибы растут? В каком лесу? В Алийском. Их специально выращивают в коровьем навозе. А потом поставщики привозят их нам. В магазин за волшебным коктейлем пришли очередные покупатели. Такую смесь грибов с соком или газировкой можно купить прямо на улице. Как у нас продают кофе или газировку. Так присыщенные морем, солнцем и ресторанами туристы ловят психоделический кайф. Но знающие люди предупреждают – будьте осторожны. Реакция организма на волшебные грибы может быть непредсказуема. В этих местах после их приема были ограблены сотни туристов. Получать кайф на Бали лучше от моря, солнца, роскошных пляжей и невероятной природы. Дорогие друзья, путешествуя по Индонезии, очень часто чувствуешь себя будто в сказке. Но на сегодня наше сказочное путешествие подходит к концу. Со сказочной Индонезией мы встретимся ровно через неделю на телеканале 1+,1. Хороших вам выходных. Пока. Пока. Скажи пока. Красавица. В следующем выпуске программы «Мир на изнанку» мы продолжим путешествие по острову богов и духов. Нас ждет, пожалуй, самое впечатляющее, шокирующее и грандиозное зрелище на острове – массовые праздничные похороны с танцами и весельем. Люди радуются, веселятся. Балийские традиции настолько уникальны, что разобраться в них можно только с помощью Востока Веда. Мы с вами отправляемся в гости к лучшему эксперту по Индонезии в СНГ. Михаил Цыганов покажет, как превратить свою жизнь в мечту, круглый год жить и работать в тропиках, арендуя роскошную виллу на Бали по цене старой хрущевки в Киеве. А это у нас такая, я смотрю, шикарная терраса, где можно вечерком или с утреца развалиться на кресле-качалке и просто что-нибудь читать. Ну а на закуску – культурная программа. Впервые в истории Балийского театра на сцену выйдет украинец, сыграв роль священника в одной из важнейших сцен Рамаяны. Мне было так страшно. Спасибо. Не пропустите. До скорой встречи. Хотел дедушке пожать руку, а он не захотел. Ну вот так и сижу теперь. Улыбочка. Батарейки садятся. У нас работа такая, что часто приходится поднимать юбку. Оператор Александр Дмитриев нашел свое любимое место на Бали. Скажи пока. Не кусайся.